Так, сегодня у нас второй день занятий, мы продолжаем тему «Скиния и храм». И я хочу, так сказать, дополнить. Мы, помните, говорили, так я немножко экспромтом сказал, насчёт чашек, которые пользовался Иосиф, да? Меня никто не поправил, никто не спросил, но у меня совесть всё равно как-то мучает. И думаю, так и чаша серебряная или медная, потому что это привёл пример экспромтом, и поэтому я внимательно посмотрел. Чаша таки серебряная, да? Но в чём вопрос, значит, насчёт меди и насчёт колдовства? Итак, давайте откроем, это недельная глава «Микец», да? «Берешит», 44-я глава, это там, где чашу или кубок. На еврите «Кос» — это любой сосуд для питья, который не имеет ручки. Если он имеет ручку, то это «Сефель». Поэтому кружка «Сефель», чашка «Сефель», «Кос» — это что? И чаша будет, да? И кубок, и бокал тоже. Ну, то есть то, что не имеет ручки, это «Кос». Да. Итак, смотрите, второй стих. «А кубок мой, кубок серебряный, положи вверх сумы младшего и серебро за покупку его». Да? Итак, кубок какой был? Серебряный. Да? А при чём же тут медь и колдовство? Вот, пятый стих. Вы посмотрите, как у вас в канонической Библии, так? А я вам приведу на еврите. Значит, «Хайлу зе Ашер Иштет». Значит, «Хайлу зе» — вот это, который, что? «Иштет Адани, с которого, значит, пьёт мой господин, да? Бо». Смотрите, «Иштет Адани Бо». Пьёт он из чего? Из чаши, да? А из чего же написано «бо» в нём пьёт? Можно пить в чаше? Ну, если чаша большая, туда голову положить и пить. Да? Исходя из грамматики еврейка, тут можно сделать лучше, он посредством этой чаши что-то делал. О! Производил... Им, да? Ну, вот помните, как мы говорили, значит, «Гу-кател» — «бе-гир». Да. Значит, пьёт посредством этой чаши. И вот поэтому мы будем говорить по умывальнице. И я ещё скажу, что в русской Библии там, по-моему, написано, что они умываются в умывальнице. Ну, вы сами понимаете, что если есть какой-то сосуд, и один человек помоет там руки-ноги, другой помоет руки-ноги, то третьему там уже будет довольно грязно. Вот. Поэтому умывались из умывальницы. Но здесь стоит, да? «Бе-гир». Потому что еврейские предлоги, они не соответствуют русским предлогам. То есть, умываются не в умывальнице, а из умывальницы берут воду. Но, можно сказать, посредством умывальницы, как вы правильно заметили. Итак, дальше читаем. Значит, «ададди бо». «Ве-гу-нахэш-янахэш-бо». Видите, «нахэш-янахэш», да? Мы видим, что здесь усилительная форма глагола. Это так же, как мы говорим, криком кричать, слухом слышать и так далее, да? И что же значит «нахэш»? Помните, мы говорили, здесь не только колдовство, да? Но что имеется в виду? Скрытое. Скрытое таинство, да. Мы говорим, что он нечто делал, связанное с таинством. Он что делал? Он благословлял этот кубок, я так думаю. Но тогда произносил благословение, когда он делал определенный ритуал на шаббат. Не знаем точно, совпадал ли он с тем ритуалом, который сейчас, но какой-то ритуал, естественно, на шаббат был. И благословения были. Это, безусловно, это была еще устная Тора до Моисея. Но все это уже было дано Аарону. Но понятно, что здесь слово «колдовал» или «гадал», как у вас написано, да? Оно не соответствует смыслу. Значит, он использовал его для совершения, допустим, таинства вечерей, таинства причастия. То есть... Да, его слуга мог воспринимать так. Да, мог воспринимать так. Хорошо. Итак, мы говорили о символике. Я вам давал примеры, как примерно может быть у нас в тесте. И говорили сначала о первых трех, да? Это золото, серебро, медь. Еще раз вам напоминаю. Золото. Слово «загав» – оно связано с чем? Каким глаголом? Течь. Да? Связано на течь. И что оно представляет в мессианской символике? Помним, мы говорим «совершенную жертву Ишуа Мессия». Да, Ишуа Мессия, он истекал кровью на кресте, как вы знаете, да? Это «загав», это символ крови Ишуа Мессии. И если мы ходим в свете, подобно как он во свете, помните, 1 Иоанна 1,7, то имеем общение друг с другом, и кровь Ишуа Мессии, сына его, освещает нас от всякого греха. Слово «кэсов», да? Серебро и деньги – это то, чем платят. А также связано с «кэсэ» стул, «кэсут» покрывало. Помните, мы уже говорили, чтобы серебро, полшекеля серебра, брали искупление за душу человека. Правильный вопрос, значит, это что будет? Что это символизирует цену, цену нашего искупления, да? Искупление имеет цену. И мы говорили, есть нечто, что может сделать человек, если мы не придем к Богу и не покаемся, за нас это никто не сделает, правда? Но что бы мы ни делали для Бога, это недостаточно для нашего искупления. И вторую половину шекеля кто платит? Да, одну Ишуа, одну человек, да? Да, пожалуйста. Дальше, дальше. Хорошо. Следующее. Следующее. Мы говорили «медь», да. Нехэш, Нехэшет. Нехэшет – медь, да? А Нехэш – это змей. И помните, змей какой он был? Хитрый, злой, да? Вот, волшебный, чарый, а также хранить молчание, становиться тонким, сокращаться, отвергать, льстить, лгать. И когда говорится о змее, помните, он был какой? Хитрый змей, да? И человек проявлял такую природу, потому что голый и хитрый – это на иврите, как вы знаете, одно слово, я вам уже говорил об этом. Вот, просто согрешение, сейчас я не буду уже подробно. И еще, значит, Нехэш – ложь, живость, изменчивость. Значит, «имедь» – это символ греха. Это символ греха. Но почему же он связан с Ишуа? Помните, змей какой был? Да, медный змей в Израиле, да? И Ишуа себя сравнил с медным змеем. Значит, Нехэш – ассоциация его, должна быть быть, с меем. Ишуа сравнил себя с медным змеем. Он принял грех, да? Вот, всех нас, и этот грех вместе с ним был пригвожден к кресту, да? Хорошо. Дальше. 25-я глава, 4-й стих. Давайте прочтите, как у вас это говорится. В канонической Библии найдите. Исход, 25-я глава, 4-й стих, да? По-моему, если не ошибаюсь, у вас и голубая шерсть, багариница, червляница, лен, козья шерсть. Правильно? Шерсть голубая, тхелет, да? Вот, видите, значит, и мы говорили, шерсть голубая, шерсть голубая, голубая, на юриде тхелет, да? Тхелет. Тхелет, тахлит, еще одно коренное слово, завершение, крайность, реальность, заканчиваться, стремиться к концу. И корень, тхелет, такое же, как коль, холь, да? Это полное совершенство. Кола, это что? Совершенство. Это совершенное. Это цвет говорит о чем? О небесах, да? Вот, это вы же заметили. И голубой цвет, это цвет небес, вечности и сверхобильного изобилия. И какую это природу дает Ишуа? Человеческую или какую? Да, небесную природу, божественную природу Ишуа. Следующее слово употреблено на иврите аргаман. Да, и у вас здесь пурпурное написано, да? Есть еще вариант малиновое, да? И это ткань. Значит, здесь не шерсть, а слово араг. арег, это ткань. И мы остановились на слове иргун, организация. То есть, если вы берете обычную шерсть и обычный войлок, как войлок получается? Сбивается шерсть, да? Но шерсть, она организована или неорганизована? А если вы делаете нити, организованные, да? Почему евреи говорят, что здесь связана шелковая, шелковая нить? Потому что, если вы помните, опять-таки, все языки, они имеют сходство с ивритом, да? Арахна. Что такое по-гречески арахна? Это что? Паук. Паук, да? То есть, здесь, как говорится, о тонкой нити. Дело в том, что в те времена еще шелк не вывезли. Шелк вывезли во времена Марка Пола из Китая. Но знали, что получают шелк из каких-то насекомых, да? И поэтому они думали, что это шелк из какой-то нити? Из паутины, да? Это действительно паутина, мы говорим. Но паутина не паука, а кого? Шелковичного червя, да? И окрашена, она в одном переводе звучит как малиновый цвет, в другом в пурпурный цвет. Очень интересно, вы можете себя отметить, это на тесте и будет, что у евреев Китая немножко другие традиции. Вот у нас наших евреев талит какого цвета? Белый. Белый, да? Белый, с черными или с голубыми полосками. То у китайцев талит, да, вот такой именно пурпурного цвета, шелковый, и надевается не на шею, а перевязывается, а перевязывается вот как у нас шаферы, или вот как орденские ленты, помните, через плечо. Вот это еврейский, он в кипи, в черной или в голубой кипи, в зависимости от группы евреев Китая, и с таким пурпуровым талитом. Кстати, еврейские женщины не носят головные уборы в синагоге в Китае, в отличие от наших еврейских женщин. Ну, вот такое. Ну, евреи Китая, они похожи на китайца, но носы у них все-таки еврейские. Я вам показывал, по-моему, из лихаем журнал, если как-то найду, китайские евреи. Итак, хорошо, пурпура, это какой? Царский цвет, да? Да, и когда мы говорим о нашем Господе, это мы должны отметить, это Господь наш царь, да? Был пурпуровый такой вот одежда, как мы говорили, багреница? Помните, есть такая песня, багреница стоишь ты в терновом венце. То есть, была багреница, которую царь, как его звали? Ирод, да? Одел на Ишуа. Это было сделано пророчески, да? И потом ее сняли у него, с него сорвали, когда его уже бичевали. Но он действительно был, как выглядел, как царь, а не его специально надели и кричали царь Израилев. Но он таки был царь Израиля и всего мира и продолжает оставаться царем. Итак, с одной стороны, значит, он царь, с другой стороны, мы говорим, что Иргун, Иргун, так как нити, это были не просто, да, а никак, нити, да, в определенной структуре. Когда мы берем шелковую ткань и смотрим, как нити располагаются, да, то Господь хозяин организации. Все Господь организовывает. Господь есть Бог порядка, правда? Вот, мы тело Христа, но все-таки и организация. Еще, вот это мне буквально сейчас мне пришло в голову, знаете, еще одно интересное свойство шелка. в царской армии 19 века офицеры обязательно наношили шелковое белье. А для чего, кто знает? Дело в том, что вши дохнут от шелка и не заводятся на шелки. Вы знаете, что проблема военных, которые находятся в окопах, да, простые солдаты не могли себе такого позволить, но офицеры могли себе позволить такое. Поэтому было шелковое белье. Блохи и другие насековые кровососущие вши, они не заводятся на шелки. А что для нас, как можно сказать, символизирует блохи и всякие вши? Правда, к верующим присасываются разные нехорошие духовные существа? Так что это тоже интересно, да. Хорошо. Итак, Ишуа наш царь царей и Господь господствующий. Пурпурный это символ царственности Ишуа. А также он суперорганизатор, устроитель и нет подобного ему. Следующее. Шесть червленая или червленица. Шесть червленая или червленица. она называется толаат. Да. Толаат. Да. Тола. Тола. Помните, я есть червь поношение для всех, да. Еще другой перевод червь мусор. Перевод. Почему называется червь? Почему она червленая? Значит, потому что использовался для окраски специальный червь. Что значит червь? Личинка, да. Слово тала на еврейте означает червь, личинка, а также мусор и хлам. Что такое хлам? Художники, литераторы, артисты, музыканты. Да. Сокращенно. Да. Итак, Господь с кем стал? Да. Помните Псалом 21, да? Он мусором стал. И значит да, там написано талаат шани. Шани тоже означает червленое. Червленое значит, а также шана повторять, делать еще раз, учить, изучать, обучать, изменяться и быть другим. Значит, талаат шани это с одной стороны означает червленая шерсть, да? С другой стороны слово шани означает повторять, изучать, обучать, изменяться и быть другим. Мэшане. Да? Мэшане. Итак, что это символизирует? Филиппийцам 2 глава 6-8 стих. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным людям, и по виду стал как человек, смирил себя, был послушен даже по смерти и смерти крестной». Итак, он был, что смирил себя, он изменил свою природу, да? Что значит не почитал хищением? Слово хищение это не только захватывать, что-то воровать, но это преступление. Считалось, что человек, который называет себя Богом, он что, совершает кощунство. Но это для него не было хищением. То есть для Ишуа не было преступлений, если бы он явился как Бог, как царь. Правда? Но вы увидели удивительную вещь, он смирил себя, и он даже не родился в семье, допустим, фарисеев или книжников, или в семье первосвященника, он даже не был левитом, да? То есть не мог осуществлять служение в храме, и не даром это Бог сделал, потому что он родился, он родился в семье плотника, как вы знаете, да? Вот, из небогатого, даже когда жертву приносили в очищение, приносили кого? Голубей, да? То есть это значит, что на овцу у них денег не было, то есть это было, и он сделался с подобным людям, с виду стал как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти креста. Итак, червеная шерсть это символ уничижения мессии. Еще раз пишите, диктую. Червеная шерсть символ уничижения мессии, его жертвы, его крови. Следующее. Виссон мы говорим или лен. В русской Библии есть такое выражение виссон из висона, да? И мы не знаем, что это такое. Но виссон это просто особый сорт льняной ткани. Шеш. Шеш, лен. Шеш. Видите? Это две буквы Ш. А голосовок нет, поэтому мы можем различные трактовки делать. Итак, по-еврейски Шеш это число шесть, а также однокоренные слова мрамор, виссон, и если мы это Ше как Се прочтем, слово Сас. Что означает Сас? Сосон. Радость. Помните? Значит, Сас быть довольным, радостным, а Сосон радость, восхищение. Итак, Шеш это мрамор, виссон, число шесть, да? И Сас быть довольным, радостным, Сосон это радость. Шесть это число обозначает быть человеком. Итак, что символизирует Шеш? Какую природу и что? Человеческую. Шеш означает быть человеком. Поэтому число Антихриста шестьсот шестьдесят шесть. Помните, троичность это число Божье, да? Шесть, шесть, шесть. И получается тоже вроде бы божественность и человеческая, но из чего это состоит божественность? Из человеческого числа, повторенного трижды. то есть это псевдо божественность. И когда Ишуа распинали, то палачи увидели, что он не просто человек, а кто-то особенный. Помните, этот человек сказал, да? Этот человек, все человек, особый человек. Поэтому он имел совершенную человеческую природу и совершенную Божью природу. Итак, Шеш символизирует какую природу? Человеческую. Человеческую. Хорошо. Значит, Висун был белого цвета. Белый цвет символизирует человечность Ишуа. Он был самым совершенным и праведным человеком и таким же человеком, как Адам до его падения. До его падения. Белый цвет это абсолютная праведность и невинность и преданность служению Господу. Значит, белый цвет абсолютная праведность и невинность и служение Господа. Но, с другой стороны, белый цвет это цвет траура. Вы знаете, что у греков какой был траурный цвет? Черный. А помните паруса, который Тезей он сказал, если будет, если погибну, я то паруса будут черные. Он забыл сменить паруса, когда плыл убивать Минотавра, помните, и возвращался домой. Вот, черный у греков. И поэтому по всей Европе цвет черный. А вот, кстати, у китайцев и у евреев траурный цвет, какой? Белый цвет, да? И в какой заворачивают в саван? Белого цвета, да? То есть, с одной стороны, видите, цвет белый, это может быть и как радость, с другой стороны, это цвет траура, покаяния. Праздничная одежда на емкий пур, какого цвета? Белого цвета, правда? Итак, значит, это может быть и радость. Видите, вместо предлежащей ему радости берем Новый Завет, евреям 12 глава, второй стих. Вместо предлежащей ему радости претерпел крест, приняв реши посрамление, воссел одесную престола Божьего. Итак, видите, с одной стороны, белые одежды это радость, с другой стороны, белые одежды траур. И одежды покаяния на емкий пур, какого? Белого цвета. И символизирует, какую часть человеческой, какую часть природы и шоу. Да? Человеческая. Синий Божественный, белый Человеческая. Белый Человеческая. Следующее. Козья шерсть переводится, да? Но Изим. Изим, почти как Изюм. Изим. 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 А вот слово Оз, однокоредное слово, означает силу. Оз. Оз означает силу. По-японски слово Оз означает терпи. Есть какая-то ассоциация, правда? Сила и терпение. Оз. Маос цури и шуати. Переведите. Маос цури и шуати. Помните? Крепость, да, скала моего спасения. Крепость Маос. Маос. То есть, крепость, что означает? Быть Маос, да? В силе. Или от силы. Быть в силе. Интересный есть мидраж на мессианские вещи волшебник из Рудного города. Помните? В оригинале как он называется? Волшебник из страны Оз. Очень интересно. Эли. Эли символизирует шехина. Она улетела в домики в байт. Храм, да? Храм был унесен от евреев. забран злой силой, злым рохом, злым ветром от злой волшебницы. Да? Вот. И затем она искала выход из положения. И ей сказали, что поможет один человек. И как его звали? Гудвин великий и ужасный, да? Что это вам напоминает? Эль Гагад Гагибор Ганара. Да? Бог какой сильный, великий и ужасный. Но в действительности оказался это настоящий волшебник? Нет, не настоящий, правда? Вот. Дальше такие вот качества, видите, символизируют спутники ее, как смелость. Помните, лев был трусливый, стал смелый. Железный дровосек какой был? У него было сердце железное, а какое стало? Плотяное, живое сердце, да? страшило, мудрый, да? Мудила страшный. Да, у него были опилки в голове, да? Вот, и я тоже иногда, когда у меня голова начинает болеть, говорю, в голове мои опилки, да, 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 толмодилки и удилки, да, да, да. и когда он думал, у него остроумие, лезли булавки из головы, да, помните? Вот такой знаток Торы был, мудрый, страшиловый. Но я вот еще думал, кого же символизировал Татошка? Думал и думал, ну, пес символизировал язычников, которые тоже приходят в царство. Боже, аллилуйя! Там много очень интересных символов, да? Итак, волшебники с какой стороны? Ос. Ос – это сила. Итак, иезим, иезим, однокоренные слова. Ос – сильный, мощный, могущественный, мужественный, энергичный. Значит, ос – сила, власть, могущество, героизм, крепость. Помните? Могос, цур, ешуате. Азос – был сильным, крепким, вдохновлять. А, кстати, Азазель откуда берется? Да, Азазель. А Азазель? Что? Да. Помните? Азазель – это один из ангелов, который упоминается в какой книге? В книге Енох. Да, в книге Енох есть такая книга, она не каноническая, но там есть интересные вещи. И вот это самое Азазель, видите, слово Азазель, это получается «я подвину». Азаз, я подвину кого? Эль. Да, он сказал «я подвину Бога и сяду на престоле Божьем». Да? Вот. Итак, Азаз быть сильным, крепким, вдохновлять, да? Вот, а Азар, тоже от слова Оз, коренные, видите, трехкорневые слова, они происходят, трехбуквенные слова, корни из трех букв, они происходят из корней каких? Из двух букв, да? Поэтому из Оз происходит Азаз, да? И слово Азар, Азар, помогать, спасать. Как будет Бог-помощник или Бог-спаситель? Эли-эзер, да? Есть такое имя, Эли-эзер, да? А в современных это Лазарь, получается, как бы немножечко искаженно, Эли-эзер, это значит Бог-спасающий или Бог-семогущий или Бог-помогающий. Итак, какое качество Ишуа? Да, что Он-всемогущий, да? И что Он-нам-помогает. Он-всемогущий и Он-нас-помогает. Значит, Бытие 17-1 Я-Бог-семогущий ходи передо Мною и будь непорочен. Я-Бог-семогущий Новый Завет Матфея 28-я глава 18-й стих Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, что означает Изим? Да? Что Ишо есть Бог-семогущий и Он-помощник нас. Дальше идут кожи бараньи красные. Так? Значит, Эла Меадоним А-да-мим Да? Значит, Элим Элим Меадоним Так? Значит, Меадоним О-рот Элим Меадоним О-рот Ну, О-р Помните, это что? Шкура Шкура О-рот множественное Это что? Шкуры Шкуры Видите, как интересно Я когда изучал свою родословную моего еврейского дедушки фамилия Шкуров Да? А по-бабушке родственник Бурде Вот тут Бурда Бурденка Да? Еврейская такая фамилия Бурд найдешь и живот Как вы видите соответствует истие Да, а подкуда же взял Шкуров? Дело в том, что прадедушка мой крестился и крестил своих детей Вот мой дедушка был обрезанный Но в то же время он имел христианское имя Павел, да? Павел Гаврилович Ну и Шкуров Думаю, что такое Шкуров? Как же так? Может он и не еврей? А оказывается это было конец 19 века Выкрестом из евреев создавали имя Шкура В смысле предатель и то, что он переменил свою Шкуру Может ли человек переменить свою Шкуру? Может, да? Вот Ну, если бы он приехал в Америку он и было верно Васил бы фамилию Скиннер Правда? Итак А Ме Аду Мим Ме Аду Мим Что означает? А дом А дом А дом Что? Красный Да? То есть Красные Красные Бараньи Шкуры Да? Элим Ме Адамим Арод Ор Это кожа Покрытие из кож Так? Ур Пробудись Помните? Уру Уру Пробуждаться Проснуться Эр Быть в пробуждении На страже Активный Ар Означает Враг Арам Есть такое имя Арам Да? Означает Вбивать Нагромождать А также Быть мудрым Хитрым Коварным Помните Были такие Арамеи Да? Арамеи Они были Предки Арамьяни Да? Арам Быть мудрым Хитрым Коварным То есть Арамьянин Мудрым Ну Может и Хитрым Естественно В зависимости Какую мудрость Свою Сторон он Отправляет Еще Арам Раскрывать Обнажать Здесь много Значений Арум Это природа Змея была Хитрый Коварный Проницательный Да? Вот Значит А Мэ Адам Значит Покрашенный Красный цвет Но корень Какой? Адам Адам Это и как Человек В общем Смысле Да? Между прочим Адам Видите Даже по-казахски Как будет Человек Адам Да? По-казахски Человек Адам Будет Да Аду Горух Поэтому Я думаю Что казахи С евреями Имеют отношение Тем более Древние Буквы Которые Использовались На территории Казахстана И у тюркских Народов Они имеют Прямую Связь с северитом Я вам показывал Тогда Итак Значит Мэ Адам Покрашенный В Красный Адам Человек Дам Кровь Да? Кровь А также Дамам Молчать Тихо Немой И смирно И сочиться Адама Дама Не дома Адама Дама Просто Быть похожим Походить Разрушать И прекращать Хорошо Слово Арум В бытие 2.25 Имеет также Значение Быть Одноженным Помните Змей был Арум Хитрый Мы разбирали Этот отрывок И когда Атам и Ева Стали Какими? Ногими Да? Они приобрели Природу Змея И они Были Ор Баор Значит В одеждах Быть Дей Баор Каких? Света Через Алиф Пишется Но затем Они стали Голыми И Бог Им Сделал Одежды Какие? Тоже Баор Только Из чего? Из кож Из кож Животного Это был первый Случай Принесения В жертву Животного Мясо Его не ели Следовательно Это какая была жертва? Всесожжение Мы будем говорить о жертвах Всесожжения Итак Значит Кожи бараньи Кразные Это символ Ишуа Как агнца Божьего Да? Зе Адонай Это Господь Се Адонай Это агнец Божий Да? Вот агнец Божий Который берет На себя Грех Мира Зе Это Се Агнец Поэтому Зе Адонай Это Господь Се Адонай Агнец Божий Так Иоанна Первая Глава Какой? 29 Сих Да? Вот агнец Божий Который берет На себя Грех Мира Проверьте Правильно Снова Скажем Это Да Иоанна 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 Первая Глава 29 Прожать А? Значит Другая Глава Я помню Что-то Что-то А Первая Иоанна Вот В чем дело Я вижу Что у меня Какая-то Здесь Ошибка Да Ну вот Я и говорю Поэтому Смотрите Там Так как Первая Иоанна Первая Иоанна 1.29 Вот Агнец Божий Который берет На себя Грех Мира Ой Иоанна Тьфу ты Евангелие От Иоанна Потому что У меня Тут Что-то Какая-то Ошибка Да Евангелие От Иоанна Не первая Иоанна Евангелие От Иоанна 1.29 Я же помню Что у меня Какая-то Тут Ошибка Была Все Значит Исправьте Там у себя Хорошо Значит Вот Агнец Божий Который берет Что? Грех Мира Итак Значит Символ Чего? Красные Кожи Жертвы Жертвенности Ишуа Да? Символ Жертвенности Ишуа Который Берет На себя Грех Мира Значит Символ Крови Жертвы Ишуа Мессии Агнца Божия Который Умер За нас Следующее слово Тахаш Тахаш И никто Не знает Что за Зверь Такой Тахаш Тахаш Множественное число Тахаш Стало быть Один Должен быть Тахаш Да? В русской Библии Как там Переведено? Смотрите Как там Написано По-моему Там написано Кожа Синяя Да? А в еврейской Библии Говорится Кожа Тахаш Так как Хаш Похоже Как на Хаш Змея То есть Много Разных Трактований Значит Одни Говорят Что это Кожа Барсука Другие Говорят Что Дельфины Тюленя И даже Может быть И змеи Странно Да? Мы не знаем Какой Это Был Кожа Но Тхелет Голубой Получается Тахаш Вроде как Тхелет Поэтому Получился Тахашим Кожа Синяя Значит Тахашим Это Какое-то Животное Тахаш А также Однокоренные Слова Нахаш Медь Да? Нахаш Змей Еще Нахаш Чародей Волшебник Заклинатель Змей И Неимевшего Греха Он сделал Для нас Жертвовать за грех Чтобы мы в нем Сделались правильным Перед Богом То есть Кожа Синяя Была Последним покрытием Схиди И является Полным покрытием Наших грехов И грехов Всего мира Помните Кожа Эти все И ткани Они используются Для чего? Для покрытия Схиди Да? Значит Это символ Греха И Иешуа Сделался Покрытием Наших грехов И грехов Всего мира Следующее Шитим Шитим Акация Ши Тим Да Я еще раз Помните Грехи Они не выговаривали Щепящие Поэтому Вместо Шитим Они говорили Да Шитим Вместо Шеш Они говорили Сас И так далее Хорошо Да Я еще забыл сказать Почему Виссон Называется Белая ткань Башан Башан Это область Помните Горы Васанские И там Изготавливали Именно Такой Виссон Это была Крученная Нить Льняная Очень Высокого Качества Она Очень Дорого Стоила Поэтому Называется Виссон Башан От имени Собственного Хорошо